Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как известно, наиболее благоприятные условия в Бурятии для выращивания клубники у нас имеется в прибрежной зоне Байкала, где умеренно теплый климат, особенно в зимний период. Но, как выясняется, достаточно эффективно эту капризную культуру можно выращивать и в районе Улан-Удэ. Сегодня я хочу вас познакомить с уникальным опытом семьи Бронниковых, сад современник Левобережья Улан-Удэ. Надеюсь, что этот опыт вам понравится. Ну, прежде всего, хочу, уважаемые телезрители, напомнить вам, что на этом участке мы уже были в сентябре 2012 года, показывали уникальную систему полива, значит, то есть механизацию работы. И тогда я уже увидел вот эту клубнику. Хозяева участка, я надеюсь, вам знакомы, но я еще раз представлю. Лариса Павловна, кстати, посовместительница председателя нашего общества садоводов в Буриканске и супруг Юрий Николаевич. Вот кому пришла в голову идея выращивать клубнику? Ведь все-таки в Улан-Удэ это ненадежное занятие. Так, кто скажет? Ну, я думаю, что клубника – это такая культура, которой, как говорится, в клубнике мало не бывает. И, наверное, каждый садовод когда-нибудь пробовал ее вырастить. Ну, и мы также с Юрием Николаевичем где-то, наверное, года 3-4 тому назад первые костики посадили, которые нам просто знакомы подарила. В Ашурково были, увидели на плантации, у нее так разрослась. И она нам 2 или 3 кустика дала. Мы посадили, посадили, и нам понравилось. Потому что в первый же год мы сняли штучек, наверное, 10 ягодок. Были очень счастливы, радовались и думали, вот нам как побольше. Потом Юрий Николаевич стал отводить усиками, рассаживать. В 2012 году я была в апреле месяце, ездила в Государственную думу на совещание и попала на московскую зеленую неделю на ВДНХ. И когда я туда пришла, я как садовод просто была поражена обилием предлагаемого материала, различного посадочного, в том числе и клубники. Я позвонила мужу, он мне сказал, бери королеву Елизавету II и бери гигантеллу. Где-то 18 штук я привезла. С этого и началось у вас, да? Да, я привезла два сорта, королеву Елизавета и гигантелла. Ладно, Исфаловна, давайте так сделаем. Я думаю, что сорта мы оставим на завершение. Вы расскажете о том, что из недостатков. А вначале я хотел бы все-таки инженерном участке помнить, Юрий Николаевич, да? Ну, попутно мы там еще поражаем. Юрий Николаевич, гряды выстроили, наверное. Ну, давайте вы нашим телезрителям покажите вашу уникальную гряду. Устройство грядок таково. Делается каркас. Каркас из поликарбоната. А остальные все комплектующие у нас в основном идут от комплектующих сеновых панелей. Ну, это вот угловые, F1. К ним ставятся соединительные планки. От поликарбоната тоже. Да, в них вставляются, когда ранней весной, когда заморозки и прочее. А уже тепло есть. Вы вставляете? Я вставляю крышки. Крышки, так называемые. Чтобы предотвратить от заморозков клубнику. Она потому что самая ранняя, быстрее всех просыпается, верхние слои прогреты. И ей уже достаточно, она пускает лес. Юрий Николаевич, а высота какая у вас здесь? Высоту, тем больше, это первые экспериментальные были. Это 25 мм, да? Короче, да. А потом уже сорта пошли те, которые они высоко стебельные. И получается, что не хватает. И вот я сделал где-то сантиметру 25. А тут, наверное, больше даже. Ну, 30 мм. То есть это для, с учетом специалистов? Это с учетом заморозков, да. Вот это сделано для этого только. И промежуточную для укрепления, чтобы зимой, когда укрывным материалом закрываем мы клубнику на зиму, придавливаем ее. Ее предлагают на зиму, запад убирают всю листовую пластину, укорачивая, чтобы корневая лучше сохранилась. А я считаю, для Сибири нужно, наоборот, она будет больше, эта листовая пластина закроет от заморозков. Ну, чтобы нашим телезрителям было понятно, значит, вот вы сначала, вот как осенью, что делаете в первую очередь? Осенью я, она, когда заморозки первые начинаются, начинаю укрывать. Укрываете? Которые установятся заморозки. Вы щиты сначала вставляете? Нет. Поликарбонат сюда в пазы или что? Я сначала ставлю этот, прикрепляю степлером укрывной материал. 60 мк. 60 мк. Да. 60 мк. Вот полностью застилаю плотненько. Закрываю и под низ туда проталкиваю, полностью ее укрываю. А, то есть, вот сюда, под низ? Да, 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 чтобы только листовую пластина, она уже осядет, все это. А, то есть, понятно. Да. И прижимаю. А потом, естественный снег, когда первый идет, он придавливает это все, закрывает еще. Вместе с меткальным материалом? Да, 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 да. Закрыл этот снег, выпал первый. Лучше даже подсобрать, еще раз закрыть. С дорожек накидать. И закрыть. А, то есть, потом поликарбонат, да, уже? Потом поликарбонат, это крышки закроют. В пазы делают. В пазы, да. И сверху? И сверху потом еще нападает снег. И можно даже еще собрать где-то лишний, да. Тем больше снегу, тем лучше. Один сантиметр снега, это один градус. Ну вот, когда были случаи у вас в умерзании при такой технологии укрытия? Да, собственно, она естественный отход получается. Единичный растение. Я вот удивил это, сначала это до этого у меня дошло в процессе. Клубника, она трехгодовалое растение. Три года она меняет полностью корень. Вот первый год один отрост корня, потом второй идет и третий. А потом наши люди говорят, а что такое у меня замерзла она? Это не замерзла, это естественный отход клубники. Скажите, а вот этот вариант, который вы сделали, это уже более высокий? Это окончательный? Или еще хотите что-то мы гензируем? Все уже на этом осталось. Я уже знаю, что тем больше снега, тем лучше укровного материала, тем наш 60 микрон нет. И нормально. И больше ничего не надо? И больше ничего. Вот у нас этот год температура не высокая были, не низкая зимой. Снега много, достаточно, и она прекрасно сохранилась. Ну хорошо, уважаемые телезрители, а с технологией выращивания клубники расскажет главный агроном этого участка, Лариса Павловна. Ну, на самом деле мы выращиваем на своем огороде два, можно сказать, моих самых любимых. Ну и в то же время самых распространенных в России сорт. Это королева Елизавета и гигантыла. Вот эти кисточки уже второго срока созревания. Первый сбор мы сделали. Какого числа, кстати, не помните? Сейчас я скажу. Королева Елизавета, она клубника ремонтантная, собирается несколько урожаев за год. Первый созревает к концу июня, второй к концу июля и третий к концу августа. Если лето теплое, если осень затяжная теплая, можно собирать королеву до октября месяца. Четвертый сбор еще, да? Да, там еще четвертый сбор подойдет. Вот первый мы собрали, я уже 30 литров закатала. Мы наелись уже до сына. Покажите, первые сборы были такие же или крупнее? Вот такие были, еще даже крупнее были. Это примерно 20 граммов, да, или масса составляла? Масса, да, где-то 20-25 граммов первые ягоды были. Вы знаете, такие большие, мы прямо удивлялись, какие они были крупные. Но она, это английский сорт, видимо, да? Это сорт, по-моему, голландской селекции. Да, у нас как-то это все предпочтительно, люди любят голландские сорта. Значит, и когда я ее привезла, мы сейчас ее развели и выращивают этот сорт. Мы его очень любим. Можно я подержу? Давайте, подержите. А вот вы про гигантеллу теперь скажите. Она почему-то называется гигантелла, а мельче плоды. Гигантелла, она так и называется гигантелла от того, что у нее ягоды очень крупные. Вот первый сбор, это уже вторые. Вот видите, уж еще белые, это уже вторые. Первые ягоды, ну, вообще по каталогу они идут до 100 граммов. Ягода одна, и в диаметре она может достигать 9 сантиметров. У нас, конечно, здесь таких не было, я и не скажу. Но ягода примерно вот такого вот размера. То есть 3 сантиметра диаметра? Вот такого примерно, да. Это самое, такого размера гигантелла была. Листва. Цветонос у гигантеллы очень мощный, очень сильный. Ну, чтобы держать такие крупные ягоды, конечно, нужен крупный цветонос. А листва у нее... Вот вы покажите прямо, где вот здесь гигантелла. Светло-зеленая. Вот посмотрите, такая слегка гофрированная. Это гигантелла, да? Это гигантелла. У королевы Елизаветы у нее... Темные вот это? Темные, такие темные, темные. Вот они, вот они. Более круглые и темные такие листья. Вот у гигантеллы кустик, он может достигать 50 сантиметров высотой. Ну, у нас он тоже где-то сантиметров 30. У меня возникает вопрос. А почему вы на одной грядке сорта смешите? Специально? Нет. Или можно было заехать? Нет, не специально. Дело в том, что бывает ведь какой-то отход, да, например, вымерзло там 2-3 кустика. А, вымерзло. Да. Мы подсаживаем, но уже... То, что есть, да? У то, что уже, допустим, королеву отрастили и посадили уже рядом с гигантеллой. Ничего страшного, она не перепыляется, ни формы, ни размер свой не меняет. Не влияет. Не влияет. Вот. И еще хочу сказать. Клубника – это культура, которая до 5 лет. До 5 лет. Вот некоторые говорят, вот клубника растет, урожай все меньше и меньше, и в конце концов приходит к тому, что уже практически нет. Самая продуктивная клубника – это 2-4 лет. А теперь о некоторых элементах технологии. Ну, вы нам расскажете вот на той грядке, которую Юрий Николаевич показывал. Можно? Да, на любой грядке, пожалуйста. Инновационный препарат «Би-Эм» устранит все запахи и отходы. Спрашивайте в магазинах города. Широкий выбор средств защиты от вредителей. Садем. Забота о процветании. Препарат «Биогумус-Би-Эм» для активного роста. Спрашивайте в магазинах города. Все для красоты и отдыха на вашей даче. Садем. Забота о процветании. Садовые центры «Садем». Теперь на Кирово, Бурводе и Восточном. Летняя распродажа. В Абсолюте скидки до 40% на товары летнего ассортимента. Бассейны, кемпинговая мебель, палатки, мангалы, надувные игрушки, матрасы, посуда для пикника. Со скидками до 40%. Только в торговых центрах «Абсолют». Только до 10 августа. В центре техники «Бош» всегда самый широкий выбор бытовой техники от лучшего мирового производителя по самым выгодным ценам. Технику «Бош» приобретайте только в центре техники «Бош». Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Мотохоз и штиль. Когда травы много. Акция до конца июля. Так, густота посадки. Какую вы применяете на участке? Ну, сильно густо сажать клубнику не надо. Она 30-40 см, кустики друг от друга. Они очень потом загущаются. И вот даже вы можете посмотреть по этой грядке, да, посадка загущенная. Она загущенная посадка. Мы будем, конечно, уже прореживать, убирать часть. Те, которые по старшей кустики, их уже будет видно, которые по старшей кустики. И оставим, значит, только те, которые помоложе и пореже. Здесь сколько лет, получается, этой имплантации будет? Вот это? Да. Так, это двухлетка. Двенадцатый, тринадцатый. Ну, она еще будет. Третий год. Нет, еще год она. Прореживать ее надо будет. Ее надо будет после нее прореживать, да? Потом вот эти вот у нас гряды большие, значит, вот. Здесь тоже, вы как видите, наверное, да, все зарастает. Хотя по весне, когда она только стала отходить, казалось, так реденько сидит прямо вот. А сейчас смотрите, как заросла. Вот эти гряды сильно близко друг к другу делать не надо. Надо делать расстояние где-то 50-60 сантиметров, чтобы можно было свободно ходить. И потом идет ус. Вы видите, идет ус. Вот это недостаток вот этой высокой грядки только тот, что усы, они не могут вот так свободно уйти. А они здесь внутри. Усы остаются внутри и делают еще более запущенные. А укрывать легче, получается, да? А укрывать легче. Ну, то, что это Юрий Николаевич вариант, а вот это на грядках просто простой вариант, да? Да. Значит, телезрителям, тут никаких материалов, значит, типа карбоната и каркаса не надо? Нет, нет. Только двойной? Лутросил в дворе, да? По 60 граммов, которые плотные, да? Да, по 60 микрон. И как можно больше снега. И больше снега. Вот нынче было много снега, сами знаете, была много снежная зима. Поэтому все перезимовало. Перезимовало великолепно. У нас вымерзло нынче ноль. У нас все сохранилось. Следующий вопрос. Вы подкормки какие-то делаете? Подкормки мы если делаем, то один-два раза. Я покупаю в бутылочках, написано, для земляники и клубники. За сезон? Органа. За сезон? За сезон. Все. Поливы как часто? Органа минеральная вот эта вот. Там колпачок на 10 литров, вот поливешь немножко. А вообще поливаете водой? А вообще, я хочу сказать, клубника, она очень любит, когда хорошие поливы. Влаголюбивая. Да, очень влаголюбивая. Если меньше давать влаги, ягода будет мельче, ягода будет вообще меньше и мельче будет ягода. Нужно обильно поливать. Вот в этом случае нас, конечно, выручает капельный полив. Так, болезни, вредители есть? Ну, мы не видели. У вас не было ни разу. Кроме только то, что у нас, вот когда касается земли, клубника, да, она может снизу вот так вот. Ну, эти ягоды мы просто утилизируем, выбрасываем, вот эти лишие, которые задели. Вот супруг подсказывает, переспелые они, да? Они немножко переспевают, где мы не успеваем снять, она земли коснется. Может быть, что-то надо продумать еще подстилать, там, солому, я не знаю, еще чуть-чуть. Да, по технологиям, я посмотрел в интернете, не советую там подстилать укровной материал, подстилать пленку черную. Ну, конечно, это более трудоемко все это. Ну, мы, наверное, будем пробовать, Илья Николаевича, мы еще подстилать. Ну, я чувствую, что сегодня наемся у вас, пока. Ешьте досыта. Пока хожу по этим грядкам, потому что я вот такого обильного рожая в районе Уланды за свои годы агрономических действий не видел. Да, мы снимали программы в Кабанском районе, в Плюевке, на Восточном поселке, но там совсем другие объемы и условия. Просто, что бы вы посоветовали нашим зрителям, кто захочет заниматься этой, я бы сказал, капризной культурой? Вы согласны со мной, что это капризная культура? Вы знаете, капризная культура, я бы не сказала, что она сильно капризная. Ну, средняя капризная. Самое главное ее сохранить зимой. Вот это главное. Вот это самое главное. А что бы я посоветовала? Я посоветовала бы одно. Не бойтесь, разводите, старайтесь, пытайтесь. Вот просто укройте на зиму правильно, чтобы она дышала некоторым рубероидом. Ну что, она вся выпривает досками. Ничего не надо. Лутросил 60 микрон, один, два слоя. А посадочный материал, вот вы бы могли бы, наверное, его даже реализовывать, отсаживать и... Мы могли бы поделиться, поскольку вы видите, сколько усов. Мы сейчас их срежем и положим в капустную яму. Нам этого же столько не надо. А можно сделать на этом бизнес, наверное, да? Ну, даже не бизнес, а просто бы... Людям раздать? Конечно. А почему нет? Ну, хорошо. Мы бы поделились. Мы бы поделились. Хорошо, я думаю, что люди это запомнятся довольно наши. Так, и Юрий Николаевич обещал нам показать, как он отсаживает, да, по-моему? Да, да. Технологии. Давайте мы сейчас к нему подойдем и посмотрим. Анатолий Григорьевич, вот по поводу рассаживания, размножения. Усами, да? В основном она лучше, размножается, конечно, не семенами, а усами. Усами это само растение воспитывает, как говорится в народе, свое потомство, кормит его до конца. Вегетативное размножение называется. Вот у нас усов много у вас. Так, вот. Что делаем? Берем ус, берем ус, вот, например, на примере этого. Обрезаем второй, следующий. Их, может быть, целая вереница, метра три-четыре может уходить. Смотря какое сильное растение, оно может очень много давать. Берется стаканчик. Такой баночкой. Да, это простые, это продается в этом, для одноразовой посуды. Прорезается отверстие. Вот, покажите, вот здесь прорезается. Отверстие и квадратик делается 2,5-3 мм на 3. Чтобы этот вуз зашел. Чтобы вуз зашел и закрепился. И ветром, чтобы его не сдуло. И внизу обязательно еще отверстие. И дренажное отверстие. Все так, дальше что делается? Высыпается грунт, готовится 3 части садовой земли, 3 части песка и 3 части перегноя. Вот уже у вас готовы. Это готовый грунт берег. Он замачивается, чтобы по-капельному проросла, проросла, это, влажность земли была. Достаточную влажность мы пускаем в наш уз. Заводим его. Вот сюда, да? Нагинаем и заводим. И в квадрат закрепляем. То есть он остается, ус на растении. Ус расстается на растении. А здесь прижимаем его чуть-чуть. И вот эту борозку, зак, прижимаем. Таким образом питание идет от растения. А здесь потом корни образуются. И ставим в грядку. Чтобы его солнце не жгло. Насколько? Да я, Анатолий Григорьевич, у меня такая позиция, что я в этом году эксперимент провел. Отставил стаканы до весны. До весны? Да. И они прекрасно сохранились и прекрасно пошли. Они, получается, до конца вегетацию закончились. Он хорошую корневую дал. Мы его закрыли. Утеплили, да? Утеплили, да. И сосовной. Главное, он сильный весной. Мощный будет. Он не примерзнет. А раньше как делали? А раньше я просто отсаживал в эти... В августе, когда конец августа, перед заморозками, ну где-то за две недели до заморозков, примерно я высчитывал, там получается вот это, вокруг этого стаканчика образуется корневая система, жгутом аж. Белая такая. Обвивает даже. Да, 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 да. Мощный будет. Его вытряхиваешь, выкапываешь, где? И... Обрезаешь от материнского растения и высаживаешь уже в другом месте. То есть легко разнаживаются усами и сохраняется еще сорт при этом? Да, 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 да. А этот, когда зимой провзимовал в этом году, где недостаточная у меня, где она закончила свой жизненный путь растения, я выкорчевываю ее и на это место ставлю новый сорт. Если я вам 10 стаканчиков таких привезу, вы мне 10 штук от воды сделаете, но вот видите, то есть это вообще-то можно разнажать сортах, курять ей здесь, я повторяю, и даже неплохо ей зарабатывать, деньги тоже лишними не бывает. Итак, уважаемые телезрители, мы познакомились, еще раз повторяю, с уникальным опытом выращивания, значит, клубники в бесснежных условиях, да, в суровых условиях Лан-Удэ. Ну, когда вы ее ведрами собираете, Лиза Павловна, а как вы используете? Неужели все в свежем виде, поделитесь опытом? Ну, в свежем виде наедаемся до сыта, конечно, остается уже много, варенье, как-то традиционно. Девочки любят смузи. Это ваши внучки, да? Да, это мои внучки. Что такое смузи, объясните? А я объясню. Они блендер, насыпают ягоды, немножко сахара, наливают густого молока 6%, включают, пропускают, и вот это называется смузи. А может нам сегодня попробуйте? Нет вопросов, прямо сейчас мы сделаем. Живым я останусь, точно, да? Да, да, живым стану. Очень вкусно. Спасибо. Ну, сок я заготовила и свежий наморозила. То есть не варите абсолютно, да? Варим, варим. И варите тоже? И варим, вареные тоже. Но витаминов-то больше, когда вот... Конечно, витаминов больше, вот так. Так, вопрос к внучкам. А кто любит ягоду собирать от вас больше? Все любите, да? Но помогаете выращивать? Что, я вас приглашаю, чувствую у вас желание стать великими агрономами. К нам на агрономический факультет или на шафтный дизайн, потому что на этом участке все красиво. Ну, спасибо вашей семье. Мне кажется, ваша семья, она какая-то уникальная. Заряжена, может быть, это от Юрия Николаевича исходит на какие-то новинки. Вот сейчас буквально мне показал виноград. Значит, когда-то виноград у вас будет, мы еще приедем и виноград у вас снимем. Спасибо вам. Ну, у меня подарок от нашего основного партнера. Вот смотрите, вы здесь как раз говорили, что часть ягоды на земле бывает, а это новинка сезона – садовое кольцо для клубники. Так, ну, чтобы быть более справедливым, одно вам набор, один набор. Спасибо. Ну, всего вам доброго, удачи. Садовые центры Садем. Теперь на Кирово, Бурводе и Восточном. Социальные магазины Абсолют. Нам 5 лет. Печенье сахарное 1 килограмм 39,90. Масло подсолнечное 33,90. Крупа гречневая 800 грамм 14,30. Макаронные изделия 500 грамм 17,90. Абсолют. Гарант низких цен. В центре техники Бош всегда самый широкий выбор бытовой техники от лучшего мирового производителя по самым выгодным ценам. Технику Бош приобретайте только в центре техники Бош. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхерс. Мотохоз и штиль. Когда травы много. Акция до конца июля. Акция до конца июля.